На этой неделе очередной выездной прием граждан представителями администрации Красногорского городского округа и профильных ведомств состоялся в микрорайоне Апалиха с населением 5,5 тысяч человек. Жители традиционно смогли напрямую обратиться по самым наболевшим вопросам. Татьяна Михайловна Сдобнова проживает в Апалихе с 1979 года и в результате недобросовестной работы подрядчика, занимавшегося капитальным ремонтом домов по улице Полюсная, она лишилась не только созданного ей цветника у своего подъезда. Женщина представила первому заместителю главы округа Наталье Тимошиной фотографии разрушений бетонного покрытия стен и фундамента дома, а также испорченного пола в ее квартире на первом этаже, который вздулся в результате постоянных заливов. Мне вчера позвонили, что сегодня будет, вы знаете, сессия, чему я, конечно, благодарна. Я высказалась, мне, значит, дали обещание, заверили, что не оставят, помогут. Мы будем на связи, она еще поднимет этот вопрос на ЖКХ, так же, как и Билибин. Но сейчас решается вопрос, стиль ушел, другая компания тоже заключила договор, но не все дома пока попадают под эту компанию, которая будет производить ремонт. Но, собственно говоря, она говорит, в зиму мы вас не оставим. Рядом с домом Валентины Борисовны на Аникеевской улице 6 строится эстакада. И в результате недосмотра строителей подъезд к дому оказался заблокирован. Ей требуется помощь в том, чтобы демонтировать бордюр, перекрывающий проезд к жилищу. Ну вот я поговорила сейчас с Натальей Сергеевной, довольна пока. Вроде она сказала, что обязательно сделают, потому что у меня дома крыша течет, крыть дом надо, материал подвезти не могу. Там все замуровали. Конечно, полезно, да. Я думаю, что да, потому что я была записана, в общем, большая очередь была. И поэтому вчера присвонили и сказали, что пройти сегодня. Мужа Елены Кулаковой призвали на фронт два года назад, в первые же дни мобилизации. Поэтому главной целью её визита является содействие в приобретении дополнительного оборудования для защитников Отечества. Обращались по поводу гуманитарной помощи. Ребятам нужен дизельный генератор и огнетушители именно для машин. Эту заявку я оставила в пятницу, а сегодня пришла, чтобы её ускорили. Сказали, что позвонят, всё скажут, сейчас обратятся, потому что многим нужна помощь, поэтому они же у меня там не одни. Но наших там много, красногорских, где у меня муж служит. Пятеро их точно там есть. За время выездной администрации в Апалихе было принято 37 жителей. Формат доказал свою востребованность, ведь предварительная запись здесь не требуется. Вы просто приходите ко времени указанной встречи и обращаетесь к нужному вам руководителю. Как всегда лидирует у нас блок ЖКХ, блок благоустройства. Ну, действительно, мы с этим сталкиваемся каждый день. И, конечно, наверное, поэтому это вызывает самое большое количество вопросов. Многие вопросы взяты в работу в ближайшую перспективу. Есть проблемные вопросы, спорные вопросы, которые мы всегда, тем не менее, обязательно берём работу. К некоторым нам придётся доехать для того, чтобы посмотреть на ситуацию. Мы также договорились о встречах уже завтра, на следующую неделю. Наши сотрудники профильных управлений обязательно свяжутся с ними. Ну и, конечно, ещё раз, мы всегда рады жителям. Напоминаем, что каждую неделю мы стараемся встречаться на разных территориях. Пожалуйста, приходите, решайте вместе с нами вопросы. Сигнализируйте, если вопросы вовремя не решаются. Для этого мы и здесь, для полного взаимодействия, коммуникации с нашими дорогими жителями.